Итак, добрый вечер. Мы только что познакомились с этим молодым красивым мальчиком, который живет в Орландо, у которого есть своя собственная компания. Минуточку, минуточку, это очень интересно. Очень многие русские нуждаются. Я сейчас помогаю людям, которые сюда прибывают, потому что проблема с жильем. Скажи, пожалуйста, где можно тебя найти и что ты делаешь? Ты оказываешь услуги по расселению наших русскоговорящих, которые сюда приезжают на неделю, на день, на месяц, на все это прочее. То есть, скажи, как тебя найти? Все правильно. Меня найти в Фейсбуке. А как тебя найти в Фейсбуке? Fun Quest Vacation Forms. А у тебя есть визиточка, чтобы показать? Визиточка есть. Покажи, пожалуйста. А, в машине. В машине, да. Ну, ты мне тогда дашь как-то ссылочку, я туда размещу. И что, скажи мне, сколько примерно, вот ты говоришь, вы издаете дома, квартиры, сколько примерно минимальная цена на неделю? На неделю? Я, как правило, делаю видео для людей с не очень высокими деньгами. Высокими деньгами? Нет, с невысокими. Просто я имею в виду, что люди, у которых есть деньги, они сами найдут. А вот именно люди, которым нужна помощь, реально, не очень дорогое жилье. Только сколько примерно стоит, допустим, недельное проживание? Что так говорим? 407-749-9118. А скажи на русском языке? 407-749-9118. Звоните, договоримся. Звоните, договоримся. То есть, в любой момент... На самом деле, как бы, все зависит от сезона. А когда лучше, когда летом дороже? Летом дороже. Само лучше ехать в мае и сентябрь. Ну, цены у вас ниже, чем в гостиницах, или выше, чем в гостиницах? Или такие же? Такие. Ну, ниже. Немножко ниже, или значительно ниже? Значительно ниже. Это очень важно, потому что... И причем у нас за такие же цены, как гостиницу, можно снять трехкомнатные апартменты. Отлично. Да. Up to six people. Апартмент, там можно приготовить еду и все это прочее. Можно дом снять с бассейном, сауна. А сколько примерно, вот, примерно, просто сколько дом на неделю будет стоить? Примерно, в общем, скажи. Смотря, когда неделя, в каком месяце. Я не могу... Лето, берем просто лето и зима. Лето и зима. Лето, сезон, когда все туристы приезжают дороже. Зима, когда не сезон, дешевле. Ну, примерно, сколько стоит дом? Примерно зимой большой дом можно снять 700 долларов. В неделю? Да. Большой дом. Хорошо. А в месяц? А в месяц? В месяц? Вм... Вм... Вес половины. Хорошо. Я-то достал твои координаты. Ребята, всем, кому интересно, звоните. Монтаж сделайте. Он сказал, что можно договориться. Ловим его на слове, значит, можно договориться. То есть, сто семь. А я ее, кстати, не видела. А я ее не видела. Ну, конечно. Ну, такой молодой, красивый, должен быть модный. А либо банк, что-нибудь, заказываем там, три копейки стоят. Привет, мой дорогой. Красно. Как дела? Продолжу к тебе, да? Хорошо. Процветаете? Работаете? Там тебя вырежут. Не приходишь. А я не прихожу, потому что мне никогда. И потом я... Как-то вроде как не старею. Вроде как я не старею. Мы вспоминаем. Смотри, говорит, сколь дать. Вроде как я пошла на омоложение. У меня мощный, мощный процесс омоложения. Ой, ну совсем молодой. Очень хорошо. Так что, как только начнутся признаки старения, сразу у вас. Сразу. Надо приходить тут, чтобы... Хорошо, приду обязательно. Приду обязательно. Спасибо большое. Приятно было. Я пошел в номер еще много-много лет назад. Сына вашего очень знаю. Да? И жена его у нас в салоне обслуживается. Все, я вас за фоллоулю. Хорошо. Хорошо, отлично. Я вас за фоллоу. Я вас. Я вас. Ну я вас. Я вас. Буду фоллоу. Я помню, вы еще в одноклассниках пытались вас фоллоу. И буквально после меня уже писали, люди хотели, а говорят, нельзя больше. Лимит из... 5 тысяч на фейсбуке, 5 тысяч там... Все, больше нельзя. Не пускают больше. Причем на страницу открывать, значит, подписывай миг. Мне надо просто не персонал, а бизнес делать. Ну, наверное, так. А до сих пор нет, что ли? Ну, а сайт у тебя есть, где можно посмотреть все это. Все тоже. На фейсбук. Заходите на мою страничку на фейсбук. Если вам понравится. Минутка рекламы. А ну-ка, рекламируй себя. Что ты как раз. Ну, это тебе реклама плюс. И людям, которые приедут воспользоваться мисслогами, тоже плюс. Потому что большая проблема для людей приехать и устроиться. Я знаю, что снять квартиру где-то у американцев, это надо давать справку о заработке. Там целое дело за год надо проплачивать. Какие американцы, я вам сейчас все расскажу. 10 лет назад мы сюда... Эксклюзив. Мы сюда приехали. Снимали квартиру в Киссине, которая на то время стоила 900 долларов. В месяц. В месяц. Сам дом, сам по себе. Была там комната, ровно раз, два, три, четыре. Пять вышел, дайчик погулять. Человек там жила, ровно раз, два, три, десять. Четыре, пять? Десять. Десять. Ага. Мы спали в одной комнате. Три девочки. Queen bed. Нет, я тебе расскажу, почему это так. Платили 300 долларов каждые. За одну комнату. Да, это тебе кажется, что это одно. На самом деле... Нет, нет, я слышала. Очень тесно. Я слышала об этом. Я знаю, что такое существует. Это нормально, это нормально. Это не нормально. Иду, 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 иду. Я прошу прощения, надо идти голосовать. Пошли голосовать. Все, приятно было познакомиться, встретимся. Все, пошли.